Привед Ютуб, продолжаю рассказывать, что желательно привезти из Болгарии, что вот я привожу из Болгарии, такое необыкновенное и полезное, именно чисто болгарское. Это мурсалский чай, вот он. Его можно купить только, вообще Болгария, вначале скажу, что славится тем, что она выращивает разные травяные настои, разные делают, и чаи разнообразные, в общем, они называют еще билка, чаи. И вот один из них, это мурсалский чай, но он большая редкость, потому что растет только в Болгарии, растет в горах Радопы, и он занесен в Красную книгу. Его охраняют в Болгарии вооруженная охрана, и штраф за несанкционирование, если мы забираем или собираем этот чай, 15 тысяч евро на минуточку в Болгарии. Занимает он по плантациям около 30 тысяч квадратных метров. Естественно, ну, люди бывают такое, что у себя где-то выращивают на дачке возле огородика, поэтому тут не запретишь вырастить один кусочек, сорвать и пользоваться, и поэтому... Но это только в Радопе. Все жители Радопы в основном, они очень долгожители такие, редкие, живут 100 и выше лет. Почему? Потому что вот именно благодаря тому, что они пьют этот чай. Он является... Первое, это природная Виагра. Не знаю, я не проверяла, поэтому утверждать я это не буду, но об этом все как бы говорят. Дальше. Он является с очень сильным антиоксидантом и иммуномодулятором, выводит из организма цитроний. Его можно также применять в сердечно-сосудистых заболеваниях, нервной системе лечения, бессонницах, как успокаивающий препарат. Очень приятный на вкус. Купить его можно только в Болгарии. Купить его тяжело, надо тоже по Болгарии порыскать. Он может продаваться в аптеках уже обработанных, то есть зернах. Ну, это немножечко не то. Если вам повезет купить вот именно в стебелечках, будет вот просто прекрасно. Вот такие стебелечки с зернышками. Вывозить из Болгарии его нельзя просто в траве, то есть только фабричная упаковка должна быть, не забудьте тоже, потому что могут за это вас оштрафовать. Что еще? Значит, чаек скажу, как заваривать. Ну, пол-литра воды. Можете кинуть один стебелечек, кипение доведем, кидаем, 2-3 минуты проварили и на крышечку закрываем, 10 минут завариваем. Если вы в день будете выпивать по 2-3 кружки чая, когда болеете, ну, вот сразу простуда уйдет. Берите с собой. Раньше я не знала, вот взяла не очень много. Советую, чтобы хватило на целый год, потому что вещь уникальная, действительно. Если вы в Европе встретите продажу этого чая, то он, конечно, ненатуральный, он производится на искусственно созданных плантациях. Еще могу сказать, что такой чай, только он по-другому называется, по-моему, татар-чай, если не ошибаюсь, в Крыму. То есть, ну, это не то, что аналог, там просто разные, вот. Недаром Болгария и Крым находятся в одной широте, и климатически эти страны, ну, эти вот очень схожи местности. Ну, вот так, всего хорошего. Еще медочек тут у меня, конечно, стоит. Ну, так, не забывайте купить в Болгарии, обязательно мед на основе роз. Запах невероятный, вкус тоже делают. Но я покупала не в магазине, это все у людей. Желательно найти таких людей, которые это делают. Сами домашние обязательно привезти. Всего хорошего. С чаечком пейте. Пока.